Марк, мы нужны чёрной башне. Ты и я. Чёрной башни не существует! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами, как всегда, Кин, и в конце видео вас будет ждать Кричащая Рыба. Ну а пока что встречайте... Дер Грейф! Ну или же проще... Грифон! Начиная с самого детства, отец убеждал Марка и Томаса в том, что мир чёрной башни существует. Не путать с темной башней Стивена Кинга. Убеждал он в этом и жену. Убеждал-убеждал, а потом умер и перестал убеждать. И вот, по прошествию лет, Марку стукнуло 16. И всё в его жизни прекрасно. Разве что за исключением вспышек ярости. Но, если не брать их в расчёт, то живёт он вполне неплохо. Помогает маме, держит с братом магазин музыки, попутно продавая в школе копии дисков. И между делом влюбляется в новенькую ученицу. Но спокойной жизни приходит конец. Когда на день рождения от брата Марк получает хронику. Древнюю книгу, передаваемую в семье Циммеров из поколения в поколение. Из неё Марк узнаёт, а точнее вспоминает о мире чёрной башни. И само собой, поначалу он не верит в написанное. А не верит он ровно до тех пор, пока не оказывается в этом самом мире. И теперь Марку предстоит узнать, что делать с хроникой. И как одолеть ужасного грифона, проработившего мир чёрной башни. Что ж, друзья, я вернулся к тому, с чего начинал. А именно, пока все делают обзоры, разборы на супер популярные сериалы и собирают свои миллионы лайков, я вновь вам расскажу о сериале, о котором вы наверняка не слышали. А очень зря. Так как, по моему личному мнению, это одно из лучших фэнтези. А если быть точнее, дарк фэнтези, выходивших за последний год. А то и за года. Но начнём по порядку. Сериал основан на романе Вольфганга и Хай... Вольфганга и Хайки Хо... Вольфган... А, ладно, давайте так. Сериал снят по роману Грифон Вольфганга и Хайки Хольбайн. Во, сериал основан на их одноимённом романе. Который, к слову, как и сериал, довольно непопулярен. Хоть и вышел он на 1989 году. Так что сразу скажу, первоисточник я не читал. Но если вы вдруг каким-то чудом с ним знакомы, то можете написать об этом в комментариях. А вообще удивительно, что вроде довольно небедная студия, а вышел он на Амазон Прайм Видео, никак не продвигает и не рекламит свой сериал. Что же касательно самого сериала, если описывать его в сравнениях, то мы имеем смесь из немного подземелья и драконов любой экранизации. Лабиринта Фавна и Лабиринта Боуи. Только, само собой, в меньших масштабах и с меньшим бюджетом. К слову, хоть мне и не удалось найти информацию о бюджете, но, мне кажется, как и у большинства сериалов, он не особо крупный. Но даже, несмотря на это, создатели мастерски проделали свою работу. Так как картинка, что в плане спец, что в плане визуальных эффектов, просто отличная. Разве что, в конце сезона нам показали довольно мыльного Грифона. Хотя, можно было, как по мне, пока что этого не делать. Но даже он не столь вырвиглазный, как мог бы быть. Вообще, раньше бы я сказал, ну конечно же, уровня графики Марвел можно не ждать. Но, в свете последних событий, очень даже близко. Отдельно хотел бы отметить пейзажи. Просто я где-то натыкался на комментарий, что мир Чёрной Башни вышел довольно скудным. Да, возможно оно и так, но... Не стоит забывать, что в первом сезоне нам показали основание Чёрной Башни, состоящее в основном из пустыни шахт. Могу предположить, что во втором сезоне, который во имя сериального бога, я надеюсь, состоится, нам покажут Двор Мартена и так далее по сезонам. Но завершится всё небесным уровнем. Хотя, так как Amazon продвигает свой сериал на высокие рейтинги, уповать не стоит. А значит, второй сезон под большим вопросом. Это начало! Ещё одна претензия, которую я читал, в том, что сериал тягомотный. Но вот тут хрен его знает. Я лично этого не заметил. Да, в сериале не происходит каждые пять минут какой-то экшен, как в тех же подземельях. Но, как по мне, тут это и не нужно. Так как в сериале львиная доля сюжета уделена психологическим травмам и проблемам главного героя. Его самопониманию и принятию происходящего. При этом, повторюсь, экшен есть, но не каждые пять минут. Так что, если вы ищете чего-то в духе современных блокбастеров, то сразу мимо. Тут, как я уже говорил, больше лабиринт фавна, нежели подземелья и драконы. Вообще, если вспомнить популярные немецкие сериалы последних лет, то можно отметить, что они все схожи в этом плане. К примеру, Та же тьма и 1899. Они все среднединамичны, если можно так сказать. Но при этом, чертовски атмосферны. Грифон не исключение. Также я просто не могу не отметить проработку персонажей. Одно дело, когда прорабатывают главных героев и второстепенных. Это обязательное условие. Но когда даже у некоторых охотников за рабами, это вот эти ребята, есть свой заметный характер, то это очень круто. Хотя экранного времени, к примеру, даже у этих двух от силы минут 20 за все же серии. Ну или тот же детектив, у которого экранного времени и того меньше. Также проработан и имеет свою историю и свой характер. Похоже, что вы давно не были среди людей. Так, если вас волнует тема повесточки, то могу успокоить. Это немецкий сериал, не от Netflix. Так что никакой повесточки я не заметил. Хотя, снова же возвращаясь к тем двум охотникам. Они вроде как любят друг друга и обращаются к друг другу в мужском роде. Но блин, Большого зовут из Ариэля, Мелкого Ирмаэль. И хрен пойми какого рода тот же Мелкий. По сериалу играет его... ее. Актриса Самия Селина Хоффман. Так что, если вы думали напрячься по этому поводу, то можете расслабиться. Хотя на кинопоиске она подписана как актер. В общем, сами решайте. Когда они снова смотрят на нас? Будь снисходителен. Кстати, не буду акцентировать на этом особого внимания, потому как, я думаю, вы сами это заметили, но грим в сериале просто шикарен. Лично от себя могу добавить одну претензию и один ляп, который я заметил. Претензия заключается в слишком быстром развитии отношений между Марком и Бекой. Прям как в том же Короле и Шуте. Вот мы один раз убедились, поболтали вечерком, и вот мы уже вместе. Нет, между актерами есть химия. Но такая торопливость в сериале из шести часовых серий немного бросается в глаза. При том, что между другими персонажами любовной линии выстроены довольно хорошо. Ну а ляп, который я заметил, заключается в цветке ночного кошмара. А именно, в начальном говорят, что для того, чтобы цветок вылупился, нужна... Дождевая вода, но лучше от дистиллированной. Ну а в одной из последующих серий, сейчас будет несущественный спойлер, цветок прорастает из-за того, что на книгу пролилась вода из водопровода. И я вот что-то очень сильно сомневаюсь, что в водопроводах у них течёт дождевая или дистиллированная вода. При том, что в первом случае они даже используют специальную покупную воду. Дистиллированная вода. Ну и напоследок, как не отметить музыкальное сопровождение? Да и просто постоянные упоминания Нирваны, Радио Хэт и прочих рок-легенд. Фрагменты с которыми я не могу включить в этом обзоре, так как могу напороться на авторские права. Но поверьте на слово, они там есть. И на этом подведём итог. Грифон — шикарный немецкий дарк-фэнтези сериал, прошедший абсолютно незаметно для рядового зрителя. Ни тебе рекламы, ни афиши. Даже на кинопоиске у него нет постера. И я считаю это вопиющей несправедливостью. Так что если вам по душе дарк-фэнтези в духе лабиринта Фавна, то бегом смотреть. Ну а в комментариях напишите своё мнение об увиденном. Ну или если вы его посмотрели до моего обзора, то напишите, как он вам. И как вы его вообще нашли. Грифон Что ж, друзья. А на этом у нас всё. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то буду благодарен за лайк и подписку. А также буду благодарен за подписку на Дзен. Всплывашка сейчас появится сверху. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Ах, да, вот вам кричащая рыба.